Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами про все виды семейных виз, по которым можно переехать во Францию, а также об особенностях заключения брака во Франции. Начнем с особенностей заключения брака. Во Франции существует два типа брачных отношений. Официальный брак, классический, к которому мы привыкли, и пакс. Что такое пакс? Очень многие спрашивают и не понимают, чем пакс отличается от брака, как это вообще расшифровывается. И достаточно многие, например, французские возлюбленные предлагают своим иностранным возлюбленным заключить пакс, а не брак. И в этом случае очень многие теряются, не понимают, что это такое заключать, не заключать, какие особенности. Давайте разберемся. Пакс, по-бранцузски пакт civil de solidarité, гражданский договор солидарности, это некая форма отношений между двумя партнерами, которая закреплена юридически, которая является, скажем так, разновидностью гражданского брака, но это именно юридический гражданский брак. То есть, это, скажем так, два партнера, которые живут вместе официально под одной крышей и имеют общую налоговую декларацию. То есть, они в любом случае сообщают государству о том, что живут вместе. Изначально пакс было разновидностью брака для гомосексуальных пар, когда брак еще не был разрешен для гомосексуальных пар. С течением времени пакс стал распространяться и на гетеросексуальные пары, и стал неким аналогом заключения официального брака. Для того, чтобы заключить пакс, пакс вы можете заключить с любым человеком, гражданином Франции, негражданином Франции, неважно. Для того, чтобы заключить пакс, нужно, чтобы его оба были совершеннолетние, не состояли в браке, не являлись близкими родственниками, и обязательное условие – это то, что вы должны проживать вместе. Чем отличается пакс от официального брака? Пакс гораздо проще расторгнуть. И это является одной из основных причин, почему, скажем так, для первичной официализации отношений предлагается сначала пакса, а уже потом, ну, скажем, дан драк. Для того, чтобы расторгнуть пакс, необходимо просто написать заявление в одностороннем порядке о том, что вот я такой-то такой-то, желаю расторгнуть пакс и отправить его заказным письмом. И на этом все. Никаких судов, никаких адвокатов. Соответственно, для того, чтобы, например, остановить официальный брак во Франции, нужно обязательно, чтобы у двоих сторон был адвокат, чтобы даже если это брак, который расторгается по обоюдному согласию, это все равно достаточно длительная процедура, которая будет тянуться, ну, скажем так, в среднем минимум год. А если это раздел имущества, раздел детей, какие-то претензии финансовые друг к другу и так далее, то это будет тянуться в суде уже, там, и может тянуться и год, и два, и три. Соответственно, по этой причине пакс является достаточно популярным способом и достаточно популярной альтернативой официальному браку. Также нет никакого раздела имущества, поскольку партнеры в паксе не претендуют на имущество друг друга. Соответственно, нет ни раздела имущества, ни наследования. Если в случае смерти один партнер умирает, то второй партнер никоим образом не является его наследником. Это достаточно большой меню, скажем так, пакса, поэтому если вы, там, настроены на долгие отношения, в какой-то момент, наверное, все-таки стоит заключить брак. Чем еще чреват пакс для иностранного гражданина? Пакс не дает иностранному гражданину те же права, что и брак. То есть вы не можете получить автоматически семейный вид на жительство. Семейный вид на жительство, это, если быть более точным, это категория «vi privé familial», частная и семейная жизнь. Так вот, вы не можете получить вид на жительство автоматически на основании пакса. Допустим, вы иностранный гражданин, который еще не живет во Франции. Вы встретили свою любовь, и ваша любовь предлагает вам заключить пакс. Если вы заключаете пакс, то дальше вам нужно думать, по какой визе вы можете въезжать во Францию и жить. Так как для того, чтобы получить семейный вид на жительство, то есть категория личная и семейная жизнь на основании пакса, вам необходимо прожить вместе как минимум год, иметь все доказательства совместной жизни, такие как общий договор аренды, либо, если это собственник, то быть вписанным во все счета, электричество, газ, телефон, интернет и так далее. И иметь общую налоговую декларацию, общий банковский счет. Чем больше общих документов у вас есть, тем лучше. Так, в данном случае, если вы все-таки заключили пакс, то единственная виза, по которой можете приехать, это виза-визитер на основании пакса. То есть виза-визитер на основании пакса, это виза, которая вам не дает права работать на территории Франции, и вы должны предоставить доказательства финансовой стабильности, либо, если у вас есть удаленная работа ваших, либо, если у вас нет этих финансовых гарантий, то ваш партнер должен предоставить справки о зарплате, которые будут показывать, что он имеет возможность содержать вас обоих, то есть себя и вас, так как вы не сможете зарабатывать и приносить доход в семью. В данном случае вы можете получить визу-визитер и, соответственно, год жить на основании пакса. Далее, через год вы уже на территории Франции можете сменить вашу визу на семейный вид на жительство, который вам дает все права. Давайте теперь перейдем плавно к виду на жительство частной и семейной жизни. И так как мы с вами только что разобрали вид на жительство частной и семейной жизни можно получить на основании пакса через год совместной жизни, если вы выходите замуж за французского гражданина, то вы должны сначала получить визу D, если вы еще не находитесь на территории Франции постоянно, виза D категории виза жены французского гражданина и дальше, соответственно, эта виза жены будет являться эквивалентной вашему первому виду на жительство частной и семейной жизни. То есть при заключении брака, официального брака с гражданином Французской Федерации вы имеете право сразу же на получение визы жены, визы супруги французского гражданина. Либо если вы уже находитесь на территории Франции, уже живете на территории Франции, то вы имеете право сразу поменять статус и получить вид на жительство частной и семейной жизни на основании официального брака. Итак, как понять, в каких случаях нужно выезжать из Франции за визой D, в каких случаях нужно сразу же менять на вид на жительство. Если вы, например, приехали во Францию как турист по туристической визе, то у вас есть право находиться на территории Франции в течение трех месяцев. Вы не можете превышать 90 дней пребывания в шутгенской зоне и дальше вы должны выехать. Для того, чтобы сменить статус непосредственно на территории Франции, вам необходимо какие-то документы на территории Франции, во-первых, проживать, во-вторых, должно соблюдаться условие непрерывности шести месяцев совместного проживания с вашим супругом. Например, даже если вы, например, жили до этого вместе и только что поженились, то вы сразу же можете менять статус. То есть, если вы живете во Франции по какой-то другой долгосрочной визе и вы уже, да, находитесь шесть месяцев вместе и живете вместе, то, в принципе, вам не нужно делать никакие дополнительные демарши, вы можете сразу же выдавать документы на вид на жительство частная семейная жизнь. Если вы еще не живете с супругом шесть месяцев, а также если вы приехали по туристической визе, то, соответственно, вам не хватает времени для того, чтобы эти шесть месяцев нарастить. То есть, там вы приехали три месяца вместе вы живете, но вам еще нужно три месяца для того, чтобы подавать на вид на жительство. Поэтому в данном случае, если вы останетесь по туристической визе, то вы останетесь нелегально. И дальше, если вы будете подавать непосредственно на вид на жительство на территории Франции, то вы таким образом будете нарушать визовый режим. Эта практика, тем не менее, является достаточно распространенной во Франции, потому что новоиспеченные супруги не хотят выезжать на свою территорию, на территорию своей страны для получения визы Д. Как визовый специалист я голосую за подход получения визы Д на территории своей страны, так как я выступаю против любых нелегальных вещей на территории страны. Даже если это небольшой период нарушения, которое вы оплачиваете штрафы, это в любом случае может негативно сказаться на вашей дальнейшей визовой истории, на вашей дальнейшей истории интеграции в страну. Почему получение визы Д гораздо проще, чем ожидание на месте? Если вы ожидаете на месте и подаете непосредственно на первый вид на жительство, но с нарушением визового режима, то вы будете очень долго ждать решения префектуры. Вам могут все равно дать отказ и вам придется все равно выезжать на родину за визой Д. Все это время вы застрянете во Францию, вы не сможете никуда выезжать. Это гораздо больше главной воли, чем выехать на территорию своей родной страны после заключения брака. Получить визу Д, для которой нужен минимальный пакет документов, то есть просто документы о браке, свидетельство о рождении и несколько анкет. Подробный список вы найдете в чек-листе. И сама эта виза Д на территории вашей страны, вашей родины, в консульстве вы ее получите, ну, как минимум, там, 2, максимум 3 недели. Соответственно, это достаточно быстрый срок, то есть вы выехали, выдали досье, получили визу и уже спокойно въехали на территорию Франции с чистой совестью. Нам осталось поговорить с вами о получении документов для супруги гражданина Европейского Союза или для супруга гражданки Европейского Союза или для супруга гражданина страны третьей страны, то есть страны, не входящей в состав ЕС. Для того, чтобы получить вид на жительство во Франции, если вы являетесь супругом гражданина ЕС, вам необходимо запрашивать вид на жительство напрямую, то есть вы можете въехать по любой визе на территории Франции, если у вас есть шенгенская виза, то вы уезжаете по шенгенской визе. Если у вас есть видножительство в другой стране, в которой вы жили до этого с вашим сыроком, вы объезжаете по этому видножительству и подаете документы в течение трех месяцев с момента въезда на видножительство супруга гражданина Европейского Союза. Здесь вам нужно будет также предоставить документы, обосновывающие факт вашего пребывания на территории Франции, то есть это, например, рабочий договор супруга, выписки из его зарплатных листов, то есть доказательства его финансовой состоятельности и после этого вам будет выдан видножительство, видножительство удается на пять лет. И последний момент это виза для супруги гражданина не ЕС. Представим, что вы, например, вышли замуж, например, вы гражданин Российской Федерации, вы поженились или вышли замуж за гражданина Российской Федерации, которая находится на территории Франции и у которого есть видножительство на территории Франции. В данном случае процедура будет чуть-чуть более сложной. Вам нужно пройти так называемую процедуру воссоединения семьи, то есть иностранец, который проживает уже на территории Франции для того, чтобы привести другого иностранца, с которым он сочетался браком, должен предоставить во французское территориальное бюро иммиграции и интеграции, называется Офи по-французски, Офи по-французски, следующее документы, доказательство, что он проживает не меньше 18 месяцев на момент подачи заявки, что у него есть стабильное материальное положение, то есть что он зарабатывает, что он получает зарплату не ниже СМИК, и также что у него есть жилье соответствующей жилплощади, то есть там есть пределы требования по жилью, они достаточно минимальные, то есть там не меньше 10 квадратных метров нужно иметь для того, чтобы перевести супруга. Соответственно, он подает это досье, дальше это досье рассматривается во французских административных органах и при положительном решении присылается письмо о том, что французская администрация дала добро на то, чтобы привести супруга на территорию Франции, и дальше на основании вот этого положительного решения уже подается виза в консульство страны, из которой вы едете, и дальше эта виза, это также является эквивалентной виду на жительство частной семейной жизни и изначально дается сроком на один год. Итак, здесь самым сложным и долгим этапом будет как раз валигация этого вот органа УФИ, поскольку во Франции все происходит очень долго, в принципе все административные процессы происходят долго, и этот административный процесс также, на эту валидацию нужно закладывать между шестью и восьми месяцами. Случаев, когда прям вот реально отказывают, то без обоснования причины очень мало, в любом случае без основательной отказа всегда подвергается апелляции, эта апелляция, как правило, выигрывается, просто здесь вопрос в том, что вам нужно набраться терпения. Итак, мы с вами разобрали способы переехать во Францию по семейному мотиву, то есть если вы заключили брак или пакс на территории Франции или на территории другой страны, но с французским гражданином, по... Это все надо выписать, у меня я запуталась. Итак, мы с вами заключили... Итак, мы с вами подробно разобрали в этом уроке, как переехать во Францию по семейной визе, то есть по визе вип, хиве и фамильяль, то есть мы с вами разобрали мотив переезда во Францию в случае, если вы сочетаетесь с узами брака или пакса. Последний момент, о котором я бы хотела сегодня с вами поговорить, это что делать в случае развода. Конечно же, никто не застрахован от развода со своей второй половиной. Согласно Французскому юморкационному кодексу, вы не входите в категорию семейная жизнь, если вы не прожили 4 года в браке с французским гражданином и 3 года в браке с момента вашего прибытия во Францию по визе воссоединения семьи. Что же делать в этом случае? На самом деле здесь есть два варианта. Если у вас есть дети, то вы можете сменить статус в той же категории, то есть вы не имеете статус, получаете ту же самую карточку, ведь на жительство частной семейной жизни, но уже как родители французского ребенка. То есть ребенка гражданина Франции, если у вас есть ребенок в браке с гражданином Франции. Если детей нет, в данном случае вам нужно иметь работу, работу и контракт с ИДИ, то есть бессрочный контракт на работу, на основании которого вы можете запросить смену статуса на рабочий. Официально нигде не указано, что префектура автоматически вам должна выдать рабочий вид на жительство без дальнейших запросов на разрешение на работу и так далее. То есть без проверки рынка труда, когда работодатель доказывает, что больше никого не было на ваше место. Однако же на практике префектуры очень часто под час идут навстречу и если уже вы работаете, работаете достаточно долго и у вас есть бессрочный рабочий контракт, то префектура достаточно лояльно меняет вам статус на рабочий. Если, например, вы не прожили в случае с браком с французским гражданином, если вы не прожили 4 года в браке, но уже давно стабильно работаете, полностью интегрировались, у вас есть все шансы остаться во Франции на основании вашей работы. При этом, конечно же, для этих процедур обязательно нужен юрист, поэтому не экономьте на помощи профессионального юриста в случае, если вы запустили процедуру развода. Профессиональный юрист не только поможет вам грамотно пройти процедуру развода, но и поможет вам сменить статус и остаться во Франции в этот нелегкий непосредственный лет.